Короче, ребята, отмечаю день рождения, но я его не отмечаю в день рождения, в том-то весь смысл Просто, короче, сидим с женой, отдыхаем, пьем вино Не отмечаем, просто как обычный ужин, потренировался, завтра шабашка Сейчас расскажу про зону Но я не буду рассказывать не про зону, я расскажу как бы продолжение истории Как я там выращивал, но я об этом сильно жалею Если смотреть именно по зоне, не поддерживая АУЕ, и вам этого не рекомендую Ни в коем мере, за это дают 40 до 12 лет Вино, водка плохо, вино очень, чуть-чуть Ну, даже в меру это, я считаю, полезно Поэтому так, нормально сидим Чисто обычный вечер, вроде бы ужин, а так вот, ну, приготовили шашлыки и так далее Вес что-то сильно упал, вот честно, как бы, ну, я не тренируюсь тяжелыми весами Так, выход силы, там, покрышки бью, блестенью делаю Такое вот колесо с ног, там, редко приседаю Короче, надо, я понимаю, отъедаться, короче, мясо поел Ты решил торт прям так, целиком А что мне, вес не растет нормально Правильно, растет и большой Завтра 8 тонн не грузить, чтобы понимала Тем более Тем более, можно похавать, да Глюкогенчика набрать в мышце Тяжелая будет тренировка, ребята Я даже воспринимаю работу, как тренировку О, видите, туман растет Растет котяра Помните, маленького снимал Сейчас он ест все Ну, я ему очень редко даю ту еду, которую, ну, как вот, продается в пакетиках, очень редко Только, когда очень опаздываю куда-нибудь А так Торты вместе с тобой Да, он даже сладкое ест, но я ему тоже торты вредно, честно, даже для кошки, как для людей, понятно Ну, такое, в основном, как бы, курицу, там, индюшку Вот, шелки жарили, со свинины давали ему Кушают только так, да, то... Ай, ё-моё, блин Ладно, ребята, сейчас расскажу вам, как я продолжу заниматься травой О чем очень жалею Ни в коем случае этим не занимайтесь Потому что сорока огромные Я, честно, я жалею об этом Я вам честно признаюсь Потому что, ну, если вот брать в совокупе Типа, жалеешь ты или нет Я очень сильно жалею, что я занимался этими делами Не стоит в это лезть Я просто рассказываю жизненные истории Они, как бы, может быть, выдуманные, может быть, нет Но... Как бы... Расскажу сейчас Давайте всем удачи, сейчас расскажу Ну, вот, говорят, сорок лет не отмечаю Поэтому так, чисто шашлычок начинаю жарить С женой сидим, ну... Чисто формально Как раз в неделю так обычно так же и сидим Так что завтра еще шабашка работать Грузить Строительный материал, короче Я то там, то тут Постоянно на работе И занят постоянно Ну, все потихоньку разгорается Не, ну, тренируюсь, ребята, понятно Понятно, тренируюсь Занимаюсь Ну, работы много, правда Я тяжелая и, короче Ужасно много Ну, а пока костер горит Пойду пока побью Ну, я все в процессе делаю То есть, пока вот разгорается Там пару выходов силы Покрышки побил Ну, как бы, все в процессе Как бы, у меня вот так идет Как бы, совмещаю Приятное с полезным Так что вот так вот Всем удачи Ребята, скоро буду записывать про зону по факту Ну, и все в процессе Вот, готовлю шашлык День рождения 40 лет не отмечают Поэтому чисто формальный вечер Сижу и сижу, отдыхаю Спиртное мало Вино Я так и тренируюсь в процессе Так что вот так, ребята Совмещаю приятное с полезным И потренировался вроде Пока жарю 20-30 выходов силы Как бы, ну, так занимаюсь Тяжелая работа, значит, получается Тоже там тренируюсь В этот день, если не занимаюсь То гружу что-нибудь тяжелое Как завтра, например, буду делать Шабашка у меня такая Да, и даже если выпью Вставать все равно надо И ехать надо Но это уже будет завтра Завтра буду шабашить Таскать строительный мусор И так далее Да, вот в процессе жарю шашлыки И занимаюсь спортом Всем здорова Да, ребята 21 октября День рождения 40 лет не отмечают Поэтому только с женой Чуть-чуть вина Ну и мясо жарим, понятно Питаться там надо нормально Ну, в процессе занимаешь Так, чисто Ну, побьют, у выход силы Ну, как будто тренировка Вроде как и времени не теряешь Вроде, день рождения вроде Все отмечают, бухают Завтра пойду на шабашку Там грузить что-то, короче Семент, ритон Там все-таки, поем, на строительный мусор Так, занимаемся в процессе Ну, короче То брусья, то то поделаю Пойду что-то побью чуть-чуть Ну, да Вроде тренировка Или нет Короче Пока занят Так что, вот так, работы много Занимаюсь Всем здорово Так, все, дожариваются Так что, ребята, водку не пейте Это все вредно Вино очень редко Так, на день рождения Ну, раз в год, два, три, пять Ну, это максимум А водку не пьем Так что, вот так В процессе позанимался Зазара тяжелая Тренировка Какая тренировка Я то воспринимаю работу Любую Как тренировку Понимаете Что-то таскаю тяжелая Это уже тренировка Понимаете Физически тоже, как бы Очень выгодно работать Поймите Так что, вот так Ну, все Сегодня шашлычок свиного Что это, свинина? Да Свинка-свинка Свинка-свинка Ну, все, я понял Ну, все, почти готовые Вечером будем сидеть Как обычный вечер Ну, вроде день рождения Но, все равно Мы не отмечаем Никому не говорили Никого не приглашали Так что, вот так Обычный вечер с женой Люблю тебя, Кися Ну, все, день рождения Не отмечаем В принципе, мы так часто Бывает с женой сидим Чисто вино Ужин Мясо Картошечка вареная Селедка соленая Все, короче, полезное Шашлыки, оливки Салатики Петрушка Сладкая немножко На десерт Ну, торт тоже взяли Ну, так, чисто сидим С женой Отдыхаем Ну, так сидим С женой Ну, чисто вино Отдыхаем Ну, вот это еще вкусное Бананы залитые Шоколадом Виноград Какой там торт еще у нас? Пончо Пончо Не качаюсь Чисто бью Такое вот Делаю Ну, короче, все в процессе Вот и на яблоках работаю И, короче Ну, да Может быть, то, что много двигаюсь Ну, ладно Так, что пойдет 40 лет С днем рождения Спасибо Ну, мы не отмечаем На факту Никого не приглашаем Ничего Но Тут, короче, есть одно но После 40 Все только начинается, ребята Всем удачи Короче, камера, мотор Ребята Там, ну, как бы Целая Честно Целая процедура Правда Целая эпопея Короче Снять видео Ну, как бы Не то, что это сложно Просто в процессе Как бы Ну, понимаешь Что-то лишнее Сказал Ну, бывает Сами же понимаете Да, как бы Короче Не отмечаю День рождения 40 лет мне сегодня 21 октября 2021 года 23 сентября 2020 года Я освободился Чуть больше года Потихоньку Развиваемся То на шабашке То там То там Ну, я работаю И на яблоках И разгружаю Там строительный Мусор И Ямы всякие Там выкапываю Там И под туалет Выкапываю Ну, как бы По крайней мере Предложили Понимаю, что пойду Потому что шабашка Ну, а что делать Ребята Я все понимаю Как бы Ну, а что Мне не важно Какая работа Главное Чтобы была оплата Потому что Понимаю Что Пытаюсь развиваться Но Понимаю Что Работать надо Ладно Сегодня расскажу Не за зону Вот я Как уже говорил А расскажу За то Как я продолжил Барыжничать Там у меня есть история Смотри ниже Подписывайся на канал Ставь лайки Если не трудно Отсидел 9,5 лет Продавал траву О чем очень жалею Понимая Что это не тяжелый наркотик Но понимая Что это было неправильно В моей жизни Поэтому Не дай бог Не лезьте в наркотики 228 Это очень страшная Статья По ней сидит Очень много человек Поэтому не стоит В это лезть Продолжение истории Состоит в том Что я Там ниже Смотри видео Я рассказывал Как я начинал Барыжничать Почему я продолжал Не понимая Почему продолжал Я сейчас понимаю Это было очень глупо Лезть в это Но Там это была Встреча с блатными Там вывозили в лес Там то-то-то Всякие дела Ты можешь найти Ниже В 2008 году Вот это все закончилось Я перекупал Добавлял Траву Опять продавал В 2009 году Я как бы не беру подробности Моей личной жизни Но В 2009 год Я уже садил в лесу Траву Вырубал всякие деляночки Вот на 2009 год У меня было Три делянки Мы далеко в горах Далеко Очень далеко Ребята Очень далеко Я помню все эти места Понятно Да я помню Ты рассказывал Как ты ходил поливать Да Таскал бы по 50 литров Как девать Ладно Рассказываю как есть 2009 год Это знаешь как было 2009 год У меня было и до этого Я тоже садил Но там были как бы моменты То что в комнате Там было как бы Немножко Тоже как бы чуть-чуть Но это как бы Все эти истории Они где-то мелкие Где-то более серьезные Вот те три места Я вырубал Такие деляночки Между тонкими деревьями Знаешь такие вот Но они сплошной лес Идут вот так То есть ты идешь 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 Я знаю что находили Вот в этом Как бы и будет мой рассказ Там Было три делянки Одна Такая Где-то примерно Пару соток Другая примерно Полторы Две Ну там Сотка где-то Потом там Прилично Да Чуть-чуть проходишь Такой лес Опять Как бы Две делянки Вроде рядом Но они в разных местах Все раскинуто Как бы так Знаешь На одной я мог Спокойно на машине Доехать Там возил воду Уже потом возил Да Десять Таких баклажек Литров по двадцать По двадцать пять Сыпал туда удобрения Вот так все поливал Удобрял На одной делянке Вот на одной делянке Там очень много Историй было связано С разными Как бы людьми Но не то Как про это место Не знал Честно Это была как работа Вот действительно Знаете Я вам скажу Очень тяжело Так все это было Это постоянно Надо было поливать Рыхлить Постоянно ездить Контролировать Но про эти места Ладно Я расскажу вам Как историю Предысторию Там был такой момент Мне сон приснился У меня все сны Какие-то пророческие Знаешь Были Да Вот на первой делянке Мне приснился Короче сон Что Вот тупо снился Черную палатку Черную палатку У меня она была На машине Я мог туда доехать И вот на одну делянку Тоже она Все росло Все четко Полив Все приезжал Все такое Видел Что туда тоже Машины могут заезжать Но как бы она была Так сделана Что Тяжело было Очень найти И я тебе скажу Мне снится сон Причем в августе В середине Мне снится сон Что у меня пытается Кто-то украсть делянку Как бы Ее пытается вырвать А я там всякие Ниточки навязывал Знаешь Чтобы если бы Даже приезжать И видеть Что они порвались Но из-за ветра Быть такого не может Просто они так натянуты Что как бы не видно Вот мне снится сон Что у меня вырвали Я короче Туда выезжаю Вот сразу После сна В этот же день Я беру Полный Там несколько мешков Там вот это все Чтоб там порубить Все это сложить Вывести Я приезжаю На эту делянку В этот день Причем это даже В августе было Хотя ее вырывать Надо там В ноябре Грубо говоря Ну октябрь Ноябрь Когда мороз Приезжаю Нитки не то что порваны Я вижу следы Уазика Возле этой нычки Какие-то деляночки Забегаю Да Забегаю на нычку И там получается Как бы ее Кто-то рвал Рвал Пойми Видимо не было Ножа Или топорика Ее тяжело Оторвать Она на натуре Одежду Делают Знаешь Вот как бы С этой травы Ну да И вот она настолько крепкая Что как бы Вот я приезжаю Я вижу Половина вырвана Но половина стоит Ветки Оторванные Лежат Как бы на земле Ну уже такие Знаешь такие вот Однодневные Суточные Такие Не засохшие Но при этом Как бы я вижу Что это было все Вот как будто вчера Но я и приехал Чисто вот потому что Сон я увидел Все Да Пречувствие чисто Вот сон приснился Как пророческий Я понимаю Что не успеваю Как бы Ну хотя бы Это вырвать Получается я Ну понятно Эту я Понятно Эту я Собрал В мешки Там все это Заныкал Там чтобы вывозить Потому что за раз Столько было Не вывезти Много очень было И я вот Там такие деревья Такие мелкие Я получается Их вырубал Такие вот Знаешь Как в лесу Такие Но я понимаю Сейчас эти все Вот эти вот Которые Летающие Вот эти штуки Они как бы Получается Сейчас могут увидеть До этого как бы Не было Там с космоса Дроны Понятно Но я вообще говорю Я пробегаю Как бы по лесу Немножко Как бы дебри Такие Вторая делянка Нетронутая Такая же Вырубленная Нетронутая Но ее как бы И понятно Не нашли Она как бы Дальше Немножко Вглубь леса Как бы так Такой лес Как бы своеобразный Там все собираю Успеваю Все это Загрузить в мешки За несколько раз У меня Скутер такой был 150 кубиков Как бы я успел Хоть на машине Мог приехать Но на машине Немножко Я понимал Что если у меня По дороге Просто тупо Остановят Как бы Мусора Я по-любому Как бы По-любому Ну короче Не догонят Я понимал Что это так Вот в этом году В 2009 Я успел Это все Короче Вырвать Да Немножко Она была хорошая Я и сам Ее не пробовал Но Качество было Тоже говоря Хорошее Но если бы Она достояла То конечно Она была бы Намного Сильнее Чем я Тогда Ты угораешь Ну понятно И ребята Честно История Предыстория Но Поймите правильно Рассказываю Как и есть И вот Я рассказываю Про пророческие Сны Мои И вот На самом деле Я просто для себя Понял Что они Действительно Да Сбывались У меня много Че снилось Вот так Вот в жизни Но Понятно Что это Свои История 2000 Ну короче Понятно Продавал Понятно Петлял Все В тяжелом Наркотике Я никогда Не лез Считаю Что это Очень плохо Я понимаю Что и трава Это тоже Очень плохо Но Я беру Просто в совокупе В плане Там Барыга Не барыга В плане Того Что Не стоит Судить Как бы За траву Тем более За это Отсидел И так далее Но В 2010 Году 10 Год Я Получилось Так Что А В 2009 Году Получается В 2009 Ко мне Приходил Марк Контроль Я уже Там Рассказывал Они Меня Тоже Пришли Ничего Не Нашли Она В процессе Тогда Как раз Росла Получается Получается Девятый Год Как бы В июне Они Приходили А Она У меня Уже Росла Но Это Было Далеко В лесу Ничего Дома Не Было Было Крапива Но Они Кстати Именно В таком Сиденье Они Именно И Нашли Крапиву А Вы Тебя Предупреждали Ну Понятно Но Скажу Честно Такая Фраза Тупая Типа Ментов Уважаю Но Я Объясню Почему Так Я Говорю У меня Есть Такая Тематика Потому Что Действительно Занимаясь Такими Вещами Я Тебе Скажу Менты Они Вот Я Тебе На самом Деле Говорю Менты Мусора Как Многие Заезжают На Зону Говорят Что Типа Их Подставили Но В совокупе Если Брать За 5 Лет То Что Я Занимался Такой Деятельностью Я Лично На себе Подставы Не Увидел Они Действительно Работали Так Как Есть То есть Либо По факту Либо Я Этого Не Увидел Ребята Скажу Вам Честно Поэтому Я Даже Имею Уважение К Я Верю Что Присутствует Где-то Там Дальше На Северах Верю В Это Верю Что От Красных Это Присутствует Но Там Где Я Нахожусь Я Такого Не Видел И С тематики На тематику Перепрыгивать Как Рассказываешь Когда История Бывает Что Где-то Запутываешься Где-то То Потому Что История Все Взаимосвязана Да И Я Вам Так Скажу Пропетлял Я С Шестого Года Седьмой Восьмой Потом Девятый Год В десятом Году В десятом Я В лесах Не садил Ребята Я Уже Садил Короче Скажу Вам Так В городе У Одного Человека У Кого Никто Не Знает По факту Никогда Не Узнает Ну Там Как бы В городе Уже Было Все Намного Проще То Есть Я Приезжал Туда Я Оставлял Машину Чуть Дальше Заходил Во двор Был Вхож Во двор Я Поливал Я Удобрял И Я Вам Скажу Вот Такие Бошки Были Пустроцвет Я Обрывал Она Не Опылялась Семечки И так Были Я Вам Скажу Она Была Намного Семечки Ну Да Она Когда Не Опылится Она Намного Сильнее И Вот Как бы Такая Тематика Ребята Не Лезьте В Это Поверьте Мне Потом Вы Будете Об Этому Очень Сильно Сильнее Потому Что Она Затянет Дело Не В том Что Вы Допустим Что То Сделали Дело В том Что Когда Что То Дает Вам Прибыль Это Начинает Затягивать Поэтому Никогда Не Лезьте Не В Траву Трава Это Легкий Наркотик Но Все Рано Наркотик Тем Более Тяжелый Особенно Не Употребляйте Не Бухайте Не Курите Даже Даже Табак Но По Факту Как бы Не Думайте Лезть Наркотики Понятно Табак Не Закрывают За Синьку А по Синьке Кстати Все Преступления По Синьке И Происходит Да Да Поэтому Я об этом Как-то писала В твоих комментариях Ну Это Понятно И В Десятом Году Я выращивал Когда Уже В Доме У Человека Меня В Одиннадцатом Кстати Закрыли Вот В Десятом Году С Мартом По Иронии Судьбы Я Честно Вам Скажу 21 Октября На Свою День Рождение Ударили Морозы Как Ни Странно Ударили Морозы Вот 2010 Году Я Именно Срывал Ее На Дому Человека Уход За ней Был Очень Серьезный Капельное Орошение Удобрение Она Была Намного Выше Вот Примерно Как Я стою Примерно Метровой П-78 Плюс Да Такие Вот Такие Кусты Четко Она Вот Такая Была Щипал Там Все Ветки Все Они Аж Обламывались Как Яблоки Вот Такие Бошки И Вот Я Вам Скажу Что Так Сейчас Собьюсь Почему Ну Бывает Знаете Как Бывает Перезаписывал Не поверите Полчаса Бывало Три Раза Перезаписывал На Ёлке Выросли Ну Понятно Короче Ёлки Выросли Серьезные Вот Эти Ёлки Конечно Дали Конечно Да Сухой Масси Дали Сотнями 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 Килограмм Чисто Боже Даже Без Листьев Представь Да Ну Представь Ну Учитывая Что Полтора Два Миллиона Иди Ты Все Это Храни Подожди Если Учитывая Что Полтора Два Миллиона В месяц Прибыль Типа На Сухарях Да Я Представляю Сколько Было Сейчас Сейчас Цены Не знаю Но Знаю Что В десятки Раз Дороже Но Никогда В это Не Полезу Никогда В это Не Лезьте Ребята Вы будете Жалеть Об Об этом Всю Жизнь Поверьте Мне Если Вас Закроют Вам Нафиг Не Надо Будет Если Вы Заработаете Даже Миллион Два Десять Хоть Сто Миллионов Вы Готовы Будете Отдать Все Лишь Бо У вас Закончилось Уголовное Дело А потом Всю Жизнь Работать Тупо Грузчиком Вот Как Я Сейчас И Если Даже До Десятый Год Хорош Я Вспоминаю Его Конечно Серьезный Год Был Что Там Было В десятом Году Я Ж Тебе Рассказываю В десятом Году Выросли Да Вырвал Деда хранил Типа Ты говорила Я чуть сбился С тем Да Открыто Где же хранилище Хранилище Меня С октября Там Дофига Все Короче Замутить Хранил Где Ну Плантации Немаленькие Были Я Полагаю Для того Чтобы Хранить Такой Объем Вещества Ну Как принял Меня Контроль Думали Что Было Все В гараже Оно И так Было Все В гараже Только Я Снимал Его На Охране Города И Вот В этом Гараже Все Хранилось А Когда Меня Закрыли Скажу Я Вам По Честному В 2011 Марте Сидя В тюрьме Прозвонил Кому Надо Наладил Движку Тупо Позвонил Без Андроида Люди Подъехали В Этот Гараж Куда Надо Вывезли Куда Надо Отвезли По Моей СМС Положили Другие Люди Забрали Другие Люди Опять Забрали Опять Разложили Да Даже Помню Как Звонил И Говорил Теперь Я Сижу В тюрьме Все Берем Через Меня Оттуда У меня Идет Уголовное Дело Прямо С тюрьмы Что Сидя В тюрьме По Такому Адресу Я Продолжил Знаешь Как они Писали Именно По Уголовному Делу Они Писали Сидя В камере Ограничен В Передвижении Смог Замутить Себе Телефон Наладил Типа Ноги Мусорские Затягивал На тюрьму Смог Организовать Раздал Мопеды Средства Передвижения Одному Передавали Другой Забирал Другой Перекидывал На карты Перекидывал Весь Город Стал Брать Через Меня Опять По факту Прямо Сидя В тюрьме Прикинь Не Я Это Рассказываю Как Не Поймите Это Рассказываю Не для Того Чтобы Я Эскобару Там Сидел В камере Типа Построил Для себя Тюрьму И продавал Все Это Короче Ну У каждого Своя История Кто-то Заезжает Серая Мышь Я Ничего Не Подавал Я Ничего Там Не Это Ну Больше Делают Но Не Сознаются Я Согласна Да Я Согласен Что Заезжает Там 70-80 Процентов По 228 Тем более По Продажам Максимум Процентов 10 Примерно Признаются Сразу Я Признался И продолжил В тюрьме Ну Как бы С блатными Но Это Совершенно Другая Уже История Скажу Вам Честно Это Совершенно Другая История По Ней Надо По Конкретике Подходить То Как Я Именно Сидел В тюрьме И Продолжил Это Все Движение Кто Куда Че Зачем Кто Че Говорил Ну Я Не Собираюсь Рассказывать Конкретику Но Там Была Очень Серьезная Тема Которая Скажу Я Вам Я Не Знаю Как Это Будет Выглядеть С Точки Зрения Какой То Истории Как Будто Это Знаешь Как Вот Я Видел Людей Которые Которые Там Сидели С Такими Серыми Мышами Которые По 228 Там Было В Камере Допустим 42 Человека Когда Заехал Они Сидели Знаешь Как Кто По Этой Статье Там Было Процентов Их 70 То Из 42 Было Примерно 30 По 228 Из Допустим К примеру Именно Кто Именно Признался Что Барыжничал Я Был Один Я Не Помню Что Сел Барыга Но Все Были По Этой Статье Я Не Спорю Бывает Подставляют Я Не Спорю Это Бывает Но По Факту Шекер Понимаю Что Там Были Люди И Они Были Настолько Серыми Мышьми Как Мышь Они Сидели Понимаешь Чтобы Кто Признался Что Они Барыжничали Так Ты Что Это Короче Все Это Короче Все Это Ты Уже Короче Ты Должен Что Ты Либо Шнырь Будешь Либо Либо Это Знаешь Как Там Они По Человеку Сразу Видят Кому Что Предложить Ну Базару Нет Я Продавал Я Не Спорю Даже Сидя В Тюрьме Ну Опять Базару Нет Там Два Месяца Сам Двигался Для Себя Грубо Говоря Для Семьи Деньги Переводили Передачки Затягивал Семье Помогал Даже Пытался Чтобы Откупиться Пытался Накопить Деньги Но Потом Мне Пришлось Это Другая История Но Мне Пришлось С ними Двигаться С болтными То есть Я Уделял Что-то Затягивал Но Это Совершенно Другая История Об этой История Надо Рассказываться Вообще Отдельно Как Я Заехал И Тупо Начал Продавать Там Что Там Происходило Поэтому Ребята Об Этой История Расскажу Намного Позже Поэтому Честно Сегодня Типа День Рождения Но По факту 40 лет Все Только Начинается И Понимаю Что Прекрасная Семья А когда Расскажешь Про приемку Так Приемку Я уже Рассказывал Да Рассказывал Я Помнишь Когда Спецназ Лез Там Дом Да Рассказывал Короче Я уже Это Рассказывал Я Расскажу Следующую Историю Именно Как Я Заехал Именно На Ивс Что Там Было И Как Доехал До Так Ну Не Отмечают 40 лет Поздравлять Да Можно Отмечать Это Одно Поздравить Это Другое Вот Сейчас Ребята Вечер Уже Девять Вечера В шесть Подъем Честно Вам Скажу Пойду Разгружать Строительный Мусор Хоть Какие То Деньги Там Кое Что У меня Может Со Спортивным Питанием Наладится Буду Пытаться Двигаться В этом Направлении Это В плане Бизнеса Я имею Ввиду Если Сос Растется Продавать Переподаровать Ну Короче Типа Опять Барын Но Спортивным Питанием Так Что Если Все Наладится Ну По Крайней Мере По Дешевке Буду Его Есть Это Уже Хорошо Надеюсь Кен Поможет Братан Здорово Витек Кстати Вот Вчера Писал Нет Я Я Помню Витек Да Мазар Нет Ну Напиши В Инстаграм Потом Созвонимся Нормальный Чувак Честно Тебе Скажу Серьезно Прикольный Занимались Мы С ним Спортом В 2015 Году Это Еще На Зоне Было Еще На Другой Потом Я На Другую Уехал Короче У меня С ним Дофига Приколов Ладно Всем Видео Каратец Стал старше На Один Год Третьего Да 40 лет Что только начинается Ладно Всем Удачи Респект Ребята Дальше Больше Ну Все Вот Шабашка У меня Видите На Сегодня Надо Делать Все Загрузить Что Делается Ремонт Страхительный Мусор Вот Короче Вчера Ну 40 лет Исполнилось Поэтому С утра Уже Впять Проснулся Приехал Буду работать Очень Очень Много Посмотрим Сколько Машин Уходит Ну Все Теперь Все Это Надо Выгрузить Вот Одна Машина Загружена Все Второй Начинаю На Так Там Много Делать Надо Ну Все Вторая Машина Ну Все Вторую Машину Выгружаем Вторую Вообще Ну Постолобика Замутилась 18 Килограмм Посмотрим Надолго Долго Хватит Нормально Третья Машина Третья Короче Так Четвертая У нас Да Машинка Пятая Пятая Уже Пятая Ну Все Работу Закончил В 11 Начали Сколько Сейчас 534 Ну Все Короче Закончил Нормально Все Пойдет Ну Все Вот Шестая Ну По Полторы По Две По Полторы Точно Короче 10 12 Кубов Не знаю Сколько Успели Нормально Могу Позаниматься Сил Много Так Что Вот Так Все Ребята Все Удачи После Дня Рождения Типа 40 Лет Короче Работал Нормально Ребята Ну Как Вручную Выгружаем Вы Понимали Загружал Один Выгружаю Это Все Закончил Шабашку Нормально Все Старые Вечи Сжигаем Диваны И все Такое Все Это Уже Не нужно Правильно Будем Брать Новые Скоро Когда Не знаю Понимаю Что Буду Загружаю Загружаю Продолжение следует...